Ежегодно порядка 20 тысяч нефтьюганзов проходили углубленную диспансеризацию. В ходе таких осмотров на ранних стадиях выявлялись грозные заболевания. В этом году больница начала проводить диспансеризацию для тех, кто тяжело перенес ковид. Но сейчас учреждения здравоохранения не выдерживают чудовищной нагрузки. Все силы брошены на то, чтобы справиться с огромным потоком инфекционных пациентов. Мы действительно вынуждены расставлять приоритеты. И для того, чтобы на сегодняшний день в своевременно обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией, мы расставляем, передвигаем кадры имеющиеся. Задействована здесь и женская консультация, и детская поликлиника, и отделение профилактических осмотров. Как врачи первичного звена, как врачи участковые у нас работают и хирурги, и травматологи, и врачи-аллергологи. Единственное исключение – работники вредных и опасных производств, включая нефтяников, водителей, сварщиков. Они будут проходить медосмотры, как обычно. Что касается детской поликлиники, там сейчас регистрируется максимальная заболеваемость – до тысячи детей в день. И медосмотры тоже свернули. Причина одна и та же – рост заболеваемости, значительный рост. И этот рост буквально в динамике увеличивается. И, так скажем, рекордные цифры, количество вызовов пациентов с респираторными проявлениями, с температурой, с различными симптомами ОРЗ. Сейчас в городе 15 ковидных бригад. Врачи работают до глубокого вечера, а то и до ночи. Сначала на вызовах, потом оформляя больничные листы и направления на анализы и исследования. Но полтора года пандемии и для медиков не прошли бесследно. Еженедельно практически по возможности мы это количество наращиваем, этих бригад. Но, безусловно, что у нас есть тоже определенные возможности и ограничения. Кроме того, у нас также есть и больничные листы у наших докторов, потому что заболевает. Также обычные люди, может быть, вот эти как раз перегрузки колоссальные, они способствуют этим больничным листкам и у медицинских сотрудников в том числе. Полторы тысячи вызовов в день плюс ПЦР-тест и больничного транспорта уже не хватает. Хотя персонал вовсю использует и личные автомобили. Иногда врача приходится ждать довольно долго, особенно тем, кто не в группе риска. В этой очень непростой и тяжелой для всех ситуации медики просят проявить хотя бы понимание. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания, Юганск.